Ребята, всем привет! Новый влог, причём самое интересное, что я ещё старый не выпустила. Капец! В общем, я крашусь, нанесла тон, но у меня, видите, кожа немножко испортилась на всяких там нервах и так далее. Вот, но я как бы из-за кожи не парюсь, я знаю, что пройдёт. Я пока не знаю, куда я крашусь, на самом деле. В любом случае, пригодится. Видео сниму вечером, ещё что-то. Сейчас 3 часа дня. Сегодня я встала раньше обычного, очень этому рада. Нужно как-то реально уже взбодриться, проснуться, потому что это жесть. Подписчики, люди, которые меня смотрели, разделились на два лагеря. И, ну, это нормально, на самом деле. Я вообще, типа, всё прекрасно понимаю. У всех мнение там меняется со временем, с возрастом, или когда какие-то там ситуации происходят, да, ну, как сейчас, например. Потому что есть люди, которые меня любили, а сейчас, типа, разочаровались. Люди, как бы, поняли, что нам не по пути, что у нас ни одно мнение, ни один взгляд на жизнь, ещё что-то. И, ну, как бы, это хорошо. Это как, знаете, если бы, если бы, например, вы живёте с молодым человеком, например, ну, или с девушкой, живёте, и происходит какая-то ситуация, где человек что-то такое делает, или, не знаю, какая-то такая ситуация жизненная. И вы такие, типа, аааа, так вот у тебя такое мнение, всё, нам не по пути, дорога у нас разная. Это хорошо, потому что, ну, как сказать, знаете, такие ситуации, как сейчас, ну, как ситуации, конечно, назвать странное дело, но, в общем, такое положение в мире, оно, как бы, какие-то маски срывает, да, я думаю, что вы со мной согласитесь. И для кого-то, ну, это абсолютно нормально, да, кто-то разочаровался, там, в каких-то звёздах, кто, ну, да, наших, кто-то разочаровался, там, ещё в ком-то, кто-то разочаровался в артистах, которые приезжали с Украины в Россию, выступали, зарабатывали здесь бешеные деньги, там, ещё что-то, а сейчас говорят, какие все плохие. Ну, как бы, понятно, я всё понимаю, да, я понимаю ситуацию, ну, и, как бы, это я клоню к тому, что кто-то разочаровался во мне. Я прекрасно понимаю, конечно, это абсолютно нормально, то, что люди разочаровываются в том, что я за мир, что я желаю всем мира, что я хочу только хорошего для всех, и даже для тех, кто желает мне всего плохого. Ну, как бы, я понимаю, есть действительно смысл в том, чтобы разочароваться. Я уверена, что те, кто меня не любят, продолжат смотреть и даже сейчас, наверное, смотрят. Вам большой привет! Ну, я, как бы, понимаю, я тоже, бывает, смотрю тех, кого не очень люблю, смотрю, чтобы так, типа, подумать, понятно, бесит, ну, типа, в таком духе. Поэтому мы все, как бы, так, бывает, делаем. В чём наша разница с вами в том, что я никогда не оставляю никакие комментарии, даже если меня что-то выбесило и раздражает какой-то человек, или я считаю, что он где-то неправ, или, там, какой-то плохой, там, грубо говоря. Ну, как говорится, не суди, да не судим будешь, вот. В моём телеграм-канале царит просто райская атмосфера, потому что остались только те люди, которым приятно со мной, так же, как и мне очень приятно с ними. Ну, короче, лучше пожелать не можешь. Это, типа, знаете, как, как я говорю, не бывает худо без добра. С одной стороны, я бы хотела всем угодить, там, как это им поговорки, типа, на двух стульях не усидишь, это правда. Я почему люблю поговорки, потому что в телеграме тоже об этом писала, что я люблю поговорки, кто-то там что-то себе напридумывал, что я люблю поговорки, потому что там кому-то что-то поговорками писали. Ну, это как всегда, да? Додумать всегда что-то хочется, я всю жизнь, не знаю, сколько, ну, может, не всю жизнь, но очень много лет и последние года постоянно говорю, что обожаю поговорки, обожаю поговорки. Почему я их люблю и так сильно ими прониклась? Потому что, ну, вот, это, знаете, когда кто-то говорит, что я там глупая, еще что-то, не мудрая какая-то, ля-ля-ля, я просто всегда обращаюсь к этим поговоркам. Это вот как раз к разговору о том, что на двух стульях не усидишь, для всех там, не знаю, хорошим не будешь, еще что-то. И это, ну, это же не просто так придумываются, это же не просто какие-то там словцы, какие-то цитаты из видоса, это же, ну, блин, целая народная мудрость, которая годами, там, веками, не знаю, ну, не знаю, сколько веков, да? Ну, реально, ну, думаю, до хрена, в любом случае, век точно, может, даже больше. То есть это все, как бы, от предков наших, такие вот народные мудрости к нам пришли, с нами остались, и это здорово. Я очень к этому, так, знаете, трепетно отношусь, потому что для меня это, ну, не то, что прямо вот то же самое, но, как сказать, вот, грубо говоря, пока мы маленькие, там, наши родители, бабушки, дедушки нас чему-то учат, что-то нам рассказывают. И вот, вот эти вот поговорки народные, какие-то мудрости, они для меня примерно из той же какой-то серии, что, не знаю, из той же истории. Без труда не выловишь рыбку из труда, все вы это знаете, я уверена, я думаю, что вы тоже часто в своей жизни, бывает, используете какие-то поговорки, и я уверена, что неспроста, потому что в них действительно есть очень глубокий смысл, который всегда, конечно, можно и наше время, да, нашу какую-то реальность перенести. Ну, хотя рыбку и сейчас, да, можно выловить из пруда, да, и не без труда. Вот, ну, это как, типа, кто не работает, тот не ест. Ещё, короче, был такой комментарий, то, что, типа, господи, как так можно, типа, вам там всё отключают, инстаграм отключили, там каких-то, не знаю, пепси вас лишили, макдоналдс от вас ушёл, а вы, типа, сидите, молчите, типа, просто соглашаетесь с этим, ещё что-то. Ну, это, короче, типа, знаете, такое, я думаю, ну да, ну а чё, ну, ну и чё я сделала, вот интересно просто, и чё я сделала. Ну, не знаю, выйду на Красную площадь, скажу, верните макдоналдс, так нельзя, я его люблю, там, 13-12 лет. Да, надо вернуться, конечно, надо, конечно, да, всё, потому что Юля любит, так, макдоналдс. Не, я просто не понимаю, вот люди реально сидят и думают, да, вообще, проблемы легко решаются, вообще можно просто выйти, что-то сказать, и всё будет так, как ты хочешь. Ну, типа, я не имею такой власти, если честно, и всё, что мне реально остаётся, как и всем, это просто чё-то делать, чё-то думать. Так, как бы мне разделить эти волосики? Мы пришли погулять в парк, Юочка уже взрослая, самостоятельная собачка, мама её отпускает с ошейников, с поводка. Снега чё-то дофига лежит, хотя солнышко светит, там собачка идёт. Виф, пошли скорее, а то там собачка идёт. Юочка, нравится без поводка ходить, да? Беги на волю, собачка! Ой, как здорово смотреть на Вифочку без поводка. Я прям чувствую, как она чувствует себя свободной, знаете. Гуляем, наслаждаемся солнышком, ждём, когда всё растает. Снега, как видите, дофига ещё лежит, и всё равно ещё не так уж и жарко, поэтому, если что, голыми на улицу не выходите. Я смотрю так, солнышко в окно светит, думаю, блин, жара, походу, наверное, пойду в жилетки. В итоге сейчас вышло, понимаю, что морозит ещё. Вот, несмотря на то, что вроде тает, лужи какие-то. Нет, только не в луже, нет! Ну, молодец! Нет, на ручке нельзя. Вот, блин! Знаете, как вот эти видосы с детьми, которые в луже прыгают? Особенно, пока с папой гуляют. Вот и вива у нас такая. Прежде чем к маме на ручке, я тебе в снег окуну. Короче, было на самом деле глупо не подумать о том, что наверняка могут заблокировать и Ютуб, где вы меня сейчас смотрите, хотя, может, вы меня уже не на Ютубе смотрите, я не знаю. И почему для меня блокировка Ютуба это намного жёстче? Потому что... Потому что я снимаю туда с 15-16 лет. И там вся моя жизнь записана на видео. И понятное дело, что всех этих видео у меня нету на каких-то жёстких дисках, потому что это очень много гигабайт и так далее. Сами понимаете, я всё чистила со временем. И, конечно, мне не хочется всё это потерять, утерять. Я знаю, что вы сейчас напишите вот, типа, чё ты, это самое. Даже если заблокируют Ютуб, в любом случае ты сможешь туда каким-то образом зайти через VPN или зайти туда из другой страны. Ну, ребят. Вот, поэтому, конечно, я лучше сохраню дорогие моему сердцу видео. Оставлю их не только в памяти где-то там на Ютубе, но ещё и на компе своём. В любом случае загружу их на какие-то другие площадки. Или просто оставлю на компе, потому что, понятное дело, когда я их качаю, я их качаю не в таком качестве шикарном, в котором я их загружала, на Ютуб. Потому что это просто нереально. Нереально, потому что никто меня не скачает в таком же качестве. Вот, но в любом случае хоть как-то лучше это сохранится, чем вообще никак. Вот, я так подумала и подумала, что классная идея. На самом деле, конечно, у меня много видео, 688 или что-то такое там было написано. Какие-то я там, может, удаляла даже когда-то, не знаю. Ну, много. Вот, сами представляете. И это, как бы, такие видео, знаете... Конечно, это не шоу, это влоги там, ещё что-то, какие-то короткие были видео, ещё что-то. Но для меня это всё равно, особенно вот путешествия, какие-то ответы на вопросы, влоги там со школы. То есть, ну, для меня это всё дорого, потому что хочется это сохранить. Я как-то не планировала такую память терять, знаете. Вот, или где-то, чтобы она оставалась в неведении, в непонятном каком-то сервисе, сервере. Вот, поэтому по возможности качаю. Я уже много чего сохранила. Потихонечку всё это сохраняю. Кукинги, там видео с мамой, видео со Славой, влоги со школы. То есть, какие-то вот такие штучки хочется, конечно, чтобы они были. Не знаю, говорят, что, типа, сегодня-завтра могут закрыть YouTube, заблокировать. Сортирую всё по папочкам, типа, 14, 15, 16, 17, 18, сейчас я уже 18 год скачала. Я, ну, жду немножко, потому что у меня тут идут загрузки. Жду немножко, чтобы всё нормально распределять, потому что, когда смотришь видео на компе, все свойства открываешь, конечно, он показывает, что, типа, я его как будто бы сняла сегодня или загрузила. Понятно, он не будет показывать данные, когда я загрузила это видео на YouTube, или когда оно было реально создано, там, в 14-м году, например, и всё показывает, что 22-й год, например. Привет, ребята! Новый влог или продолжение влога есть, честно, не знаю. Мы со Славой решили заехать в братья Караваева сегодня. Какое число вообще? Чё-то я вообще запутался. В числах сегодня 19 марта. Мы заехали в братья Караваева, там была огромная очередь, было очень много людей. И, ну, я такая, типа, ага, когда закрыли Макдональдс, все попёрлись в братья Караваева. Ну, может, кстати, мы попали в какой-то там час пик, не знаю, хотя сегодня суббота. Иногда можно подумать, что туда пошли студенты покушать, пообедать, например, но сегодня суббота, не знаю, хотя, может, они и по субботам учатся. Короче, заехали, взяли покушать, взяли с собой еды. Много всякой котлет, пюре, салатики, капучинки взяли вот с собой, бутер-индейка. И сейчас поедем в парк, будем сидеть на лавочке, кушать бутер. Ну, мы решили не сидеть там, хотя это было бы намного удобней. Вот, но мы решили устроить такое свидание. Будем сидеть в парке и кушать бутеры. Мой влог это просто такая тема, я постоянно что-то говорю, а потом такая, ай, ладно, вырежу. Потому что реально сейчас, что не скажешь, что не пошутишь, что не там не скажешь, типа, ребята, у меня все хорошо. Как что не скажешь, так сразу, ой, какая ты плохая, или у тебя жизнь продолжается, мы тебя терпеть не можем. Кто-то у меня спрашивал, типа, когда мы собираемся куда-то полететь, отдыхать, еще что-то, мне кажется, сейчас любой человек, который вдруг поедет куда-то отдыхать, он будет сразу для всех, даже если он реально едет куда-то отдыхать, он будет для всех выглядеть, как то, что он просто бежит из страны. Предатель. Ну да, ну типа, причем я не говорю, что все, да, кто куда-то уезжает, они там какие-то предатели. Нет, конечно, ну я просто понимаю, что сейчас реально вообще ни разу не лучшее время для того, чтобы куда-то уезжать. Хотя кто-то думает наоборот, типа, реально, что сидеть в Москве, все бренды ушли, Макдональдс закрыли, что мне теперь жить в стране, где нет Макдональдс? Нет. Короче, такое, не, мы со Славой никуда не уезжаем, хотя у нас было в планах поехать в марте в Грузию, и в Дубай мы хотели поехать. Короче, у нас был такой выбор, странный, конечно, выбор, но мы хотели сначала в Дубай поехать, а потом мы как бы подумали, что нам лучше поехать в Грузию, потому что у нас там есть дела, там квартиру затопило, и надо что-то как-то думать, не знаю, посмотреть вообще, что как. Вот, но в любом случае там можно будет начать ремонт только когда потеплее будет, потому что иначе просто там все не высохнет, что надо, там влажность сильная в Грузии. Ну, в общем, короче, просто хотели, плюс ко всему дедушка же там живет. Вот, а сейчас, конечно, мы никуда не поедем, и не потому что там у нас нет денег куда-то поехать, хотя просто я считаю, что реально не лучшее время куда-то выезжать, куда-то ехать на отдых. Но я надеюсь, что совсем скоро все закончится, и у всех жизнь начнет налаживаться, и все станет спокойнее и лучше. Ну, как бы, я не знаю, да, как будет, но всегда хочется верить в хорошее. Я из влога в влог просто одно и то же повторяю, но, с другой стороны, о чем мне говорить, типа, все вообще кошмар, капец. Я так, во-первых, не считаю, да, ну, если говорить про санкции всякие и так далее, ну, да, будет тяжело. Еще что-то мы вон это самое посадим что-нибудь, лучочек, картошку, огород будем это самое развивать. Придумаем что-то, кур заведем. Ну, типа, блин... Ничего заводить не надо, уже все есть. Да, у Славы на даче вообще все есть, у нас тоже когда-то были гуси, куры. Вот, так что козы есть, причем какое огромное количество. Можно вообще, я считаю. Нам бы заехать на нашу новую квартиру и посмотреть, как там дела. Там же ничего не происходит. Да, как вы знаете, никакого ремонта у нас сейчас не идет, но об этом и речи быть не может. Во-первых, как бы, че, сейчас бежать, тратить деньги на какие-то материалы для ремонта, которые сейчас капец как дорого стоят. Наверняка я не проверяла. Во-вторых, у нас не готов дизайн-проект, потому что мы немножко застопорились изо всех этих событий, и мы как-то перестали обсуждать эту тему. Но на самом деле дизайнеры уже прислали планировку, я говорила. Но у нас там есть один момент, вопросик. Короче, нам нужно подумать по поводу кухни-гостиной, чтобы там все классно расставить. А для того, чтобы нам это все продумать, обдумать, нам нужно со Славой подняться в квартиру, походить там ногами и, ну, как-то повизуализировать, потому что мы там как бы хотим, чтобы было просторно, но при этом, чтобы все, что мы хотим, поместилось. Как красиво в парке солнышко светит. Кстати говоря, кто реально, вот реально кто подумает, типа, ой, да вы не уезжайте никуда, потому что у вас нет бабок. Между прочим, если бы мы хотели поехать в Грузию, нам особо даже бабки не нужны, потому что у нас там есть где жить, у нас там еще дедушка, у которого уже есть карточка, ну, типа, знаете, мы бы вообще там не пропали, нам только билеты купить надо было бы. Ну, короче, это я к тому, что мы на своем месте, мы там, где мы должны быть сейчас, вот. Так что я остаюсь в Москве, в России, поддерживать своих подписчиков, вот. Так как я пи***ю. Ой, ладно, ребят. Да просто вот, ну, реально, хочется побольше улыбок, улыбаться, прям, свидание. Зай, хочешь в кино реально пойдем сегодня, дай? Не хочешь? Хочу, конечно. Он уважает в кино, такой у меня вообще любитель. Знаете, чем я вчера занималась весь вечер? Качала все видосы с Ютуба, потому что говорят, что Ютуб-то прикроют. Ну, блин, плохо вообще, прям расстроюсь реально, да. Даже Инстаграм не так расстраивает, потому что Ютуб, прикиньте, это как я буду видосы загружать через VPN. Не, не прокатит. Не думаю, что будет хорошо работать. Поэтому, короче, придется что-то делать, куда-то переходить. Вот. Но у нас со Славой уже есть мысли, идеи, поэтому мы не перестанем работать. Вот. Над тем, над чем работали большую часть своей жизни. Ну, вот. Будем заниматься творчеством и дарить вам улыбку. Вся эта ситуация, которая заставляет нас вернуться, как бы, в прошлое, она меня, с одной стороны, очень расстраивает, а с другой стороны, ну, знаете, это как окунуться в ностальгию. Мне сразу захотелось дачные влоги снимать, все такое. В общем, надо во всем искать какие-то позитивные моменты. Вот мы и пришли на стадион. И здесь мы и собираемся устроить пикник. Вот так мы будем сидеть кушать. Зачем нам эта Европа? Зачем нам эти забугорные края? Красота, посмотри. Кстати, я могу понять людей, которые, ну, прям, знаете, вот, типа, что это такое, что это я, типа, не смогу никуда поехать до границы? О, так не получится. Типа, я люблю ездить за границу. Мне вот в этом плане вообще норм. Вы знаете, я люблю, конечно, путешествовать, но я не люблю это делать часто. Я не люблю это делать по несколько раз, там, в полгода. Мне вполне хватает, там, два раза, не знаю, за год куда-нибудь выехать. Один, ну, и то по работе, я вообще не знаю. Мне кажется, за последние сколько там лет, вот так вот, чтобы чисто мы сами куда-то поехали. Это было, мне кажется, один раз вот в Турцию мы ездили, а куда еще? В основном всегда это по работе какие-то поездки. Не знаю, я, ну, я пока не чувствую, что я там, типа, где-то что-то обломалась. Вообще такого не чувствую. Для меня все, типа, нормально. Я никуда и не собиралась, знаете. Поэтому, наверное, люди и злятся, что я такая, ой, ну, ладно, типа, то, что я принимаю какие-то вещи. Но я принимаю, потому что мне норм. Да, единственное, что, вот, как бы, YouTube, Instagram, ну, значит, будет что-то другое. Ну, что тебе реально вот башкой биться об стену? Я смотрела, там, какой-то экстрасен, короче, сказала, она делала какой-то прогноз про знаки зодиака. И вот про гнозирогов она сказала то, что вот вы, типа, идете-идете, потом какую-то стену из кирпича себе выкладываете, бьетесь об нее головой и, типа, останавливаетесь. Потом опять. Говорит то, что вам нужно научиться обходить эту стену. И вот, ну, я как бы думаю, блин, ну, реально, что правильно говорить? Даже если это неправда то, что она там придумала, и это все не относится вообще никак к никому, да, ну, это как бы, смотря как веришь, не веришь, в любом случае есть смысл в ее словах. Типа, реально, что биться об стену? Надо что-то придумывать, значит. Значит, какие-то другие варианты искать. Вот. Я думаю, что многие со мной согласятся. Не, ну, не все, конечно. Ну, всем и не надо соглашаться. У всех же своя жизнь, свое, там, мнение. Заставляют ли все эти новости о закрытии Инстаграма и Ютьюба меня немножко... Короче, демотивируют ли они меня? Да. Но не на сто процентов. Есть такое, конечно, что ручки опускаются. Типа, блин, ну и что, я сейчас запишу видос, загружу, а потом хренак в этот же момент все закроют, и никто не посмотрит. Но я думаю, ну и ладно, все равно. Значит, перезагружу потом на другую площадку. Так, ребят, мы уже дома погуляли, покушали, съездили на рынок, купили фруктиков, курочки, которые можно будет пожарить. Сейчас сижу на своем канале под предыдущим или предпредыдущим видео. Короче, чищу комментотики. Блочу людей. Даже не стыжусь этого. Блочу, конечно. А зачем? Я просто не понимаю, зачем человек, который меня не любит, пишет, типа, что-то плохое, обвиняет меня во всех смертных грехах? Зачем он смотрит? Почему он сам не отписывается? Я ему помогаю. Любит же все перевернуть. Любые слова вообще. Короче, я не понимаю, я что в предыдущем влоге сказала, что Инстаграм сам, типа, заблокировал доступ в России? Мне кажется, я такого не говорила. Ну, по крайней мере, я не могла такого сказать, потому что я же даже говорила, что я понимаю, почему заблокировали. Типа, я понимаю причину. Не, ну там как бы пишут то, что я в Телеграме в своем даже говорила. Типа, что вообще за бред? Потому что мне пишут, типа, Юль, ты что вообще? Это Роскомнадзор объявил о блокировке Инстаграм на территории России? И, ну, короче, то, что это именно у нас в стране заблокировали Инстаграм То, о чём я, конечно же, знаю И в том видосе даже говорю, что я понимаю, почему так сделали Потому что, типа, какого чёрта, ну, как бы, компания там, да, Инстаграм Говорит то, что они будут блокировать за какие-то там призывы, непризывы Или просто какое-то жёсткое отношение там к русским Ну, неважно, да Все уже видели, как там было написано ещё что-то А то он мне говорит, ой, ты вообще даже читать не умеешь Но я думаю, вот лишь бы почему-то придраться Да, ну, типа, компания Мета разрешила отравлю русских Короче, есть люди, которые считают, что Инстаграм заблокировали Потому что, ну, типа, кому-то в России невыгодно, чтобы у русских был доступ к Инстаграм Тем временем русские через VPN сидят Ну, типа, знаете, я просто с этого удивилась Мы в чате, в Телеграме это с девочками тоже обсуждали В моём чате, на моём канале, а в Телеграме обсуждали то, что, типа, знаете, как будто бы Инстаграм Это вот прям последняя инстанция, где все новости, обсуждения И где вся информация обо всём Ну, типа, так смешно Блин, хотели бы сделать так, чтобы мы никакие новости не могли узнавать То вообще нафиг всё бы выключили, весь интернет Ну, так не надо Я не думаю, что так будет Ну, короче И мне пишут, типа, что ты на саму компанию наезжаешь Ну, то, что я говорю, вот, типа, охренеть, закрыли Инстаграм Это ж надо Ну, я-то понимаю, почему закрыли, реально Я бы тоже нахрен закрыла, что это такое Я же блокирую тех людей, которые пишут мне гадости По понятной причине я их блокирую Зачем они мне нужны? Я не хочу их видеть, не хочу читать Не хочу, чтобы они свой негатив распространяли на моём канале Пусть смотрят других там блогеров Ещё что-то, типа, ну, типа, блин, что за фигня Тем более у меня есть такая возможность блокировать Хочу и блокирую Ну, короче И мне пишут, типа, что ты наезжаешь на компанию Даже не знаю Может, потому что они разрешают травить русских И так далее, и так далее Не знаю даже, что это я наезжаю Странно Хочу тебе написать позитивный коммент Это для вас ещё цветочки Ну, я просто видео говорю то, что, ребят, надо быть добрее Хватит этого негатива Его и так полно везде Нет, там такое пишут Ты сейчас серьёзно перед русскими людьми Инстаграма должна просить прощения, чтобы вернуться Вы там что, ебанулись все? Господи, где там заблокировать? Я снимаю сейчас свои видео для того, чтобы в первую очередь Самой отвлечься Потом отвлечь свою аудиторию тоже Потому что я же прекрасно понимаю, что вот люди посмотрят моё видео А потом в любом случае им придёт какое-то уведомление Из какого-то новостного паблика, ещё что-то То есть, как бы отвлечься реально сложно И меня все обвиняют в том, что я ною из-за Инстаграма Ну, я лучше буду ныть из-за Инстаграма Чем я буду постоянно поднимать какие-то такие темы Я вообще считаю, что я не должна их поднимать И не буду я их поднимать Ну, типа, выходит так, что я в итоге поднимаю Но просто у меня постоянно пишут о том, что я должна что-то говорить Должна что-то говорить Ааа, я не хочу Пусть другие говорят, что Дофига кто говорит об этом Идите там, слушайте, обсуждайте это Не знаю Я вообще считаю, что я свой канал заводила не для того, чтобы обсуждать То, что происходит сейчас между Украиной и Россией Типа, зачем мне это вот постоянно обсуждать Какие-то там посты у меня были в Инстаграме В которых я написала, что я за мир Что я хочу, чтобы всё было хорошо Чтобы все кошмары и ужасы прекратились Но это типа, знаете, я вот Ну, как бы не вижу даже смысла Что-то там кто-то написал, что я никого не подбадриваю Я вообще типа пофиг Даже ни одного слова, там, не знаю, хорошего от меня не услышали Не знаю, мне что надо Целую песню посвятить с хорошими словами Просто я много сказала и хорошего, и написала хорошего Но люди это не слышат Они слышат только то, что я вообще конченная Что я тупая, что я смотрю телевизор Поэтому я реально, ну, как бы вообще даже ничего не хочу говорить Хочу ныть из-за Инстаграма Хочу блокировать людей Каждый день я получаю тонну негатива Просто тонну негатива Что это как, знаете, у меня уже иммунитет какой-то к этому выработался Потому что я понимаю, что это просто уже до какого-то абсурда доходит Типа люди от меня чего-то требуют Претензии мне такие кидают Как будто бы это я там армией руковожу Знаете, всё, как бы я отдаю приказы Я просто, ну, реально не понимаю Вот эти вот все претензии оставьте, конечно, себе Куда-нибудь там, кому-нибудь Мне нечего это самое Вот я сижу, читаю негатив Там вот это вот всё, что претензии в мою сторону Что это как бы я во всём виновата Меня это уже даже, если честно, ну, вообще не трогает Потому что, ну, это просто Я просто сижу, холоднокровно блокирую Люди сами меня до этого довели Позитивных комментариев тоже достаточно Я все лайкаю Я просто понимаю, что люди не принимают мои слова о том, что я за мир О том, что я хочу, чтобы всё закончилось О том, чтобы я хочу, чтобы люди не страдали Все люди не страдали И, ну, как бы, не знаю, просто даже Я просто понимаю, что вот каждый раз, когда я говорила то, что мне очень больно осознавать Ну, то, что происходит Люди мне писали то, что, типа, ой, тебе посрать Ну, то есть, как бы, знаете, плевали мне в ответ Ну, я уже об этом говорила Ну, что об этом говорить Я написала пост Люди решили, что он проплаченный Люди привязались только к одному абзацу Ну, типа, знаете, это как вот раскрываешь душу, там, сердце, ещё что-то А тебе просто присылают, там, проклинают твоих детей и так далее Ну, типа, что вы от меня хотите, реально? Мне грустно, мне жалко Но я ничего не могу сделать Я хочу и буду жить своей жизнью дальше Сейчас, после всего говна, который на меня, как и на многих русских, выливается Я такая думаю, ну, уже всё, уже буду реакции снимать Уже не буду, знаете, так вот я думаю, блин Как-то даже, вот не знаю, как реакции начать снимать Там же надо шутить, что-то как-то смеяться Сейчас такое время Ещё потом напишут, типа, что ты улыбаешься Такие вещи происходят, творятся Такой кошмар А ты вот, типа, просто живёшь и радуешься жизни То есть, мне действительно было неловко Вот первое время, да, то, что Ну, как бы, то, что, знаете, у меня всё спокойно, тихо Что у меня всё хорошо Я чувствовала за это какую-то, ну, какую-то неловкость То, что, ну, как так, как вот Как вот мне просто кусок в горло не лез Я думаю, как я могу, там, не знаю, спокойно сидеть Наслаждаться своей жизнью, когда у людей такое Но потом, когда меня во всём просто обвинили Прокляли и ещё что-то Так я вот сразу думаю, всё, понятно Я имею полнейшее право обсуждать свои проблемы Которые для меня Да, проблемы важны для меня, мои проблемы Прикинь? Вот есть у меня проблемы Что там с Инстаграмом дальше? Вот хочу и обсуждаю Я, кстати, не хочу никого друг против друга настраивать Я всегда за то, чтобы все дружили Там вот это всё Это как братские народы Но когда я так говорю, мне пишут Никогда мы братьями не будем И так далее Я думаю, ладно, ладно Кстати, обратили внимание Какая же толерантная у нас Европа И Америка Толерантность? Вау Мы такие толерантные Мы такие толерантные Только вот русских мы ненавидим, знаете Вот ненавидим и всё Кому интересно, никогда не мечтала переехать жить куда-то в другую страну Никогда вообще не мечтала, не хотела Всегда Не знаю, может даже если посмотреть какие-то старые видосы мои на канале Где я вообще ребёнок И там если был какой-то вопрос Наверняка у меня точно были такие вопросы Типа, хотела ли когда-нибудь переехать жить в другую страну Стопудово были такие вопросы Я думаю, что многие мои зрители, кто меня давно смотрит, свидетели Тому, что я всегда говорила Никогда я не хочу переезжать Это мой дом Здесь я родилась Здесь всё моё любименькое Всё как я люблю и так далее Поехать куда-то отдохнуть Да, прикольно Может быть где-то там потусоваться Месяц И то это вообще, блин, для меня Как-то я была в Лондоне Три недели, по-моему И для меня это было вообще так жёстко Так долго Я просто понимала, что я так по дому никогда не скучала Да, типа, прикольно приехать в Лондон Короче, это знаете, как говорится Хорошо там, где нас нет Вот те люди, которые говорят Ой, типа, я мечтаю приехать в Америку жить Там же так классно Там так классно Очень классно, ребят Просто огнище там Как классно Вот я вспоминаю, как мы были в Париже Гуляли по главной, что-то там, не знаю Самое главное на улице Елисеевским полям Просто мы там гуляем И там, ну, извините Не знаю, там это бомжи или не бомжи Просто спят в коробках на главной улице Вот это Европа Вот это нравится Какие налоги у них тоже Знаете, вот реально Я никогда вообще не представляла Что там я бы захотела куда-то переехать жить Хочется, конечно, чтобы скорее уже всё это закончилось Потому что я понимаю, что и люди страдают И мы все тоже на нервах, на переживаниях Тоже не знаем, что там, как там вообще все дела Развернуться Поразительное время Просто вообще это Реально, конечно, жизнь просто перевернулась С ног на голову И всё это вот до и после Это всё разделилось Я это прекрасно понимаю И сложно что-то сказать Потому что эмоции, конечно, через край Противоречивые Есть моменты, в которых я очень зла И прям не то, что там потеряла уважение Ну, отвращение, можно сказать так Не, ну я понимаю, что ко мне тоже кто-то испытывает отвращение Это вполне нормально Просто я же никому об этом не пишу Но людям надо высказать всегда Вот выбливать свои все эмоции Свою злость, негатив Вот Ну, в надежде на то, что это как-то испортит мою жизнь Испортит моё настроение Но, как я и сказала, что Ну да, я это прочитаю Ну да, я увижу, что кто-то меня не любит Кто-то пишет, что я там тварь Там сука Мне такое каждый день пишет Просто каждый день Я получаю в свой адрес Хейт негатив С 16 лет Ну, вот как я стала там Какой-то популярный, ещё что-то Я столько всего в свой адрес получала, ребят В любом случае руки опускать не буду Меня это только сильнее почему-то делает Странное какое-то дело, не понимаю Ваша ненависть, она меня только сильнее делает Поэтому прям силу в меня какую-то в это внедрили Своими проклятиями Что-то не так, да, сработало Хотели сломать меня, а в итоге сильнее сделали Чё такое? Всех, кто меня не любит Не люблю, не целую, не обнимаю С чего бы это? Жизнь такая штука Бумеранг и взаимность должна присутствовать Вот А всем остальным, кто меня любит Люблю, целую, обнимаю Будьте счастливы, здоровы Всем пока А, и не забудьте отписаться от меня Кто во мне разочаровался Потому что, не знаю Сможете ли вы во мне очароваться Я думаю, что вы настолько во мне разочаровались За то, что я за мир Что уже обратной пути нет Я ещё раз повторю Что я никому никогда не желала ничего плохого И вот в этом видео, где меня тоже поливали говном Я говорила о том, что я человек Который живёт по совести И я никогда ничего плохого никому не желала Если вы хотите мира И хотите, чтобы всё было хорошо В этом мы с вами похожи Во всём остальном Не вижу смысла ругаться Что мне теперь Ругаться и, не знаю Проклинать и ненавидеть всех тех С кем у меня Не одна точка зрения, например Это же бред Ну не знаю Мне это лучше не сделать Мне это никак не поможет И никак Моё жизнь не сделает лучше Вот Я просто это Как вы любите Критическое мышление Вот у меня критическое мышление Что мне теперь Ругаться со своими знакомыми, друзьями И так далее Если они по-другому, например, видят Но у меня вообще В основном все мои друзья Разделяют И мою точку зрения И у нас как бы Одно какое-то понимание Что самое главное Это мир Вот всё А всё остальное Мы там уже обсуждаем Лично при встрече И не во всяких там интернетах Что вам чё скажешь Чё не скажешь Всё равно плохие Всё